Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире ПЛН-ФМ программа «Беседка». Проведу ее сегодня я, Олег Добрынин. А гость у нас сегодня уникальный. Это глава военно-гражданской администрации Береславского административного района Херсонской области Андрей Михайлович Костюк. Добрый день, Андрей Михайлович. Добрый день. Очень приятно видеть вас на псковской земле. Я думаю, что, наверное, многие псковичи слышали о том, что, как принято сейчас говорить, у нас не 26 теперь муниципалитетов Псковской области, а 27, потому что Псковская область официально взяла шефство над Береславским районом Херсонской области, который как раз и возглавляет Андрей Михайлович Костюк. Так что в некотором смысле уже наш земляк, тем более, что Херсонская область не так давно по результатам референдума вошла в состав Российской Федерации. Так что наш район-партнер с ответным визитом представители приехали в Псковскую область. Не так давно губернатор Псковской области и делегации Псковской области навещали Береславский район. И сегодня мы с Андреем Михайловичем поговорим о том, собственно говоря, как живут сейчас жители Береславского района, что там происходит. Давайте для начала, Андрей Михайлович, расскажем псковичам о том, что такое Береславский район, что такое Береслав, чем он известен. Потому что, наверное, немногие там бывали, кроме официальной делегации Псковской области. В первую очередь я хотел бы поблагодарить Псковичей, всю Псковскую область за огромную помощь, которую они предоставляют Береславскому району, непосредственно городу Береславу. Береслав находится на правом берегу Днепра. Это прекраснейшая земля, плодородная. Это одна из частей Херсонской области, которой развит аграрный сектор. Сам Береслав небольшой, но промышленный городок. Имеется машиностроительный завод, хлебзавод, предприятие К2, которое изготавливает медный кабель. Аграрно-промышленный район? Аграрный сектор. У нас огромные урожаи зерновых. Это пшеница, ячмень. Также у нас выращивают рапс, кукурузу. Очень плодородные земли. Как все говорят, что где в Херсонской области не бросишь семя, там оно прорастет. У нас тоже говорят, что воткнешь палку, да, зацветет из этой серии. Андрей Михайлович, насколько я понимаю, Береславский район, один из муниципалитетов, который достаточно близко расположен к линии ведения боевых действий, да, в этой связи, вероятно, ну как-то осложняется жизнь в районе. Испытываете ли вы на себя какие-то трудности в связи с тем, что пока недалеко линия фронта проходит? Да, конечно. Во-первых, ближайшая линия соприкосновения – это Дудчаны, которые находятся 40 км, и со стороны Давыда Уброда, которые 35 км. Два моста, которых соединяет нас с Левым берегом и с Херсоном – это Каховская ГЭС и мост, который в Даревке. Их постоянно разбивают паромы, переправы, которые налаживают власти области, тоже постоянно под бомбардировкой, скажем. Это усложняет доставку продуктов, медикаментов. Мы постепенно налаживаем, мы открыли уже пенсионный фонд, открыли социальные выплаты, идут, открыли центр занятости. Ну, постепенно налаживаем, но очень медленно, но уверенно, скажем так. Усложняется тем, что после референдума участились обстрелы. Как вы знаете, в Береславский район явка была 72%, проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации 85% населения. Что явно показало, что люди были готовы и пошли на референдум осознанно. Но, как вы видите, после этого киевский режим участил постоянные обстрелы, что, скажем, очень сильно утрудняет жизнь мирного населения. Мы все равно потихоньку начинаем отстраивать вместе с нашими побратимами Псковской области. Ваши ребята постоянно находятся с нами, поддерживают нас. Ну, у нас есть поговорка «Грутом и батьком лучше быть». А скажите, пожалуйста, какая помощь и поддержка Береславскому району нужна сейчас в первую очередь? В первую очередь, это подготовка к зимнему отопительному периоду. Это доставка угля и дров. Как я уже сказал ранее, все мосты перебиты. И вот отстроить логистику очень тяжело. Ну, нам помогает и областная власть, и псковские правительства Пскова доставить уголь, дрова к нашему населению для того, чтобы пережить в тепле эту зиму. А население получает какую-то помощь и поддержку? Есть ли волонтерские центры, которые помогают с продовольствием или с предметами первой необходимости? Да, конечно. Есть и волонтерские центры. И опять же, я повторюсь, что постоянно Псковская область каждый месяц присылает гуманитарную помощь. МЧС России привозит гуманитарную помощь. Все это выдается населению Береслава и Береславского района. Я помню, что одним из первых таких шагов на пути сотрудничества до Псковской области и Береславского района, это была отправка детей из Береславского района сюда, в Псковскую область, на отдых. С какими впечатлениями, во-первых, как охотно поехали ли дети, и с какими впечатлениями они потом вернулись домой? Ну, дети очень охотно поехали, потому что на протяжении долгого времени никто никуда не выезжал, никто не этот. И такое шикарное предложение поехать отдохнуть. Дети с большим удовольствием восприняли все и поехали. Ну, по впечатлению мы просто встречали детей после отдыха, общались с ними. Все очень довольны, хотели еще раз поехать отдохнуть. Всем понравилось очень. Все были довольны гостеприимством Пскова и Псковской области. Ну, кроме, собственно, гуманитарного аспекта сотрудничества, когда доставляется какая-то помощь, продовольствие, стройматериалы, автобусы отправлялись, насколько я знаю, из Пскова. Да, автобусы, приехали врачи, которых нам очень не хватает. Сейчас еще формируются колонны с гуманитарной помощью, там дизельные генераторы, потому что Береславский район очень сильно раскинут, и большая часть электропередач перебиты. И люди, ну, уже по 7 месяцев есть без света, так что нам сейчас передают генераторы, стройматериалы, опять же, гуманитарную помощь, плюс приедут специалисты с разных сфер, там, пожарники, скажем, ну, и учителя еще приедут. — Насколько я помню, во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Береславский район речь шла в том числе и о сотрудничестве в сфере культуры. Например, я так понимаю, что планировалось какие-то экспонаты из Береславского музея отправлять в Псковскую область? — Да, планировался обоюдный обмен экспонатами, картинами Береславовского района, Береслава непосредственно с музея передать на Псков и отсюда к нам. Но в связи с такими тяжелыми событиями, которые происходят сейчас, постоянные обстрелы, мы как бы это отложили, но обязательно это все будет. — Недавно мы вот тоже после обстрела восстановили Дом культуры и музыкальную школу. После бомбежки полиции и церкви все окна, двери повылетало. То есть мы пока все это отложим на более благополучное время. — Ну, кроме поддержки, опять же, такой материальной, важна, конечно, всегда и моральная какая-то поддержка. Чувствуете ли вот эту моральную поддержку со стороны Псковской области, вообще большой России, так сказать? Чувствуют ли местные жители, что они часть нашего общего большого единого государства? — Ну, я думаю, результаты референдума показали о том, как себя чувствуют люди, как они ждали всего этого. — Ну, постоянная поддержка, я еще раз скажу, что это от Пскова и Псковской области, непосредственно от губернатора. Мы постоянно на связи, постоянно друг друга поддерживаем. И я думаю, что в дальнейшем будем чаще видеться, уже более, скажем, в спокойное время. Ну, я думаю, что приедут к нам, уже собираются делегаться и ехать к нам в Береслав. Так что мы постоянно чувствуем поддержку. — Понятно, что сейчас люди, живущие в Береславском районе, наверное, испытывают какие-то определенные бытовые трудности, связанные даже с тем, что сложности с электроснабжением есть, нужно готовиться к отопительному сезону. Но любые трудности проще преодолевать, когда человек какое-то хорошее настроение, а поддерживать оптимизм всегда помогала культура и искусство. — Приезжают ли в Береславский район коллективы творческие из Пскова, Псковской области? Есть ли вот такая поддержка творческая? — Да, приезжал на день российского флага. Приезжали к нам с выступлением. Если вы видели у нас в телеграм-канале, мы вываживали на этот, насколько люди были довольны, танцевали, плясали. Мы просто уже как бы соскучились за вот этим всем такими торжественными. Я еще раз, когда приехал ансамбль, то всем очень-очень понравилось. И, скажем, мы будем рады, если в ближайшее время приедут еще раз с выступлением, чтобы как бы морально поддержать людей и чтобы они смогли чуть позабыть о вот этих всех военных действиях. — Спасибо, Андрей Михайлович, за то, что нашли время и перешли в нашу студию. Желаем вам от себя лично и, думаю, от многих наших радиослушателей уж наверняка терпения, сил на вашей нелегкой работе. Надеемся, что псковичи помогут подставить свое плечо и будут и дальше поддерживать теперь уже побратимский Береславский район. Спасибо вам. — Спасибо и вам большое. — С вами была программа «Беседка», провел ее я, Олег Добрынин. А в гостях у нас был Андрей Михайлович Костюк, глава военно-гражданской администрации Береславской административного района Херсонской области. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok